Да, все, в комбинирую. Да, все, в комбинирую. Начинаем. Это первая лекция. Питон 3 из цикла нашего питоновского, который, я надеюсь, продлится два семестра. Давайте настроим цвет. Наверное, черным на белом некрасиво, да? На самом деле, правильнее белый на черном. Вот такой черный. Нет, черный на белом, наоборот, правильнее. Вот, черный на белом. Во! Так же гораздо виднее. Так, еще может быть, что экран не влезает в экран. Экран влезает в экран. Отлично. Шрифт побольше не сделать. Давайте попробуем. Так. Ну вот мы сейчас так сделаем. Значит, всем видно, что тут написано. Прочесть можете? Не слышу протестующих криков. Если нет, если да, то давайте продолжим. Ну вот. Итак, у нас разговор про питон. Но прежде чем заняться вот этим, мы немножко, немножко поговорим об истории всего этого безобразия. Одну секундочку. Об истории всего этого безобразия, потому что питон, несмотря на свою бешеную популярность, такую я бы даже сказал неожиданно большую, вот, остается, или может быть как раз благодаря ей, остается языком, который полный легенд. Нет, да, вот наш сайт. Unix.org. Вот здесь есть раздел лекций на ВМК, и там будет страничка наших, поддержка нашей лекции, наших лекций. Вот, вот она. Вот она. Да. Ну так вот, я, с вашего позволения, иногда буду подглядывать в план 2014 года, потому что он полный. Заодно буду его корректировать, походу. Да, значит, так что немножко пока говорили. Кстати сказать, я буду очень признателен, если кто-то из вас будет вести конспект пригодный к публикации на сайте. Значит, если это будет то, что называется стенограмма, то есть, что кто-то будет на компьютере записывать то, что я говорю, не пугайтесь, что полученный текст будет выглядеть совершенно по-идиотски. Вот. Мы его потом отредактируем. Зато это будет, как бы, по нему будет довольно легко восстанавливать, что я говорил, и делать нормальный план лекции, а не тот спешный, который иногда будет появляться перед лекцией, а не после нее. Если этого недостаточно, мои просьбы, то я пообещаю тому, кто сделает весь полный конспект, пообещаю, там, не знаю, плюс балл на экзамене, а может даже просто пятерку. Но нужно, чтобы это был такой конспект, который вот не потерялся, чтобы ничего не потерялось. Ну вот, вот план аналогичной лекции 2014 года. Я буду смотреть в него и в свои записи, и рассказывать. Значит, начнем сначала. Значит, язык питон изобрел некто Гвида Ван Россу. Ну, прикольный совершенно дядька, на самом деле. Вот он. Пью пьет. Изобрел он его еще в 80-х годах. Дядька не самый такой молодой. Вот ему, как он, 59, что ли, года рождения. Он тогда сотрудничал у себя там в университете с командой, которая делала язык программирования АБЦ, как не трудно догадаться, по названию учебный. И в какой-то момент он начал в него добавлять всякие фичи интересные, типа списков, тогда еще константных, кортежей, типа, не помню, чего еще, ну, как чего-то, чего создателям языка АБЦ не нравилось, потому что он переставал быть учебным, перестал быть похожим на такой интерпретируемый Паскаль. И довольно скоро... Да, сам Гвида закончил, по-моему, Амстердамский университет. Чем-то там занимался, походу. Да, вот Амстердамский университет. Работал в всяких математических институтах, и вот, походу, начал делать этот свой язык программирования. И где-то году, наверное, в 90-е, дай бог памяти, первым он уже опубликовал исходники языка программирования, который назвал Python, в честь известного сериала Monty Python Flying Circus, который обладал разными волшебными свойствами. Собственно, эти свойства мы и будем в течение семестра изучать. Уже тогда в этот самый Python вошло несколько идей современных ему... Вспоминаем, это 80-е годы, значит, 91-й год. Это год первой публикации, там, Python какой-то нулевой версии. Уже тогда там были довольно современные на те поры свойства типа модульности, взятые прям, ну, по примеру, модулы 3, интерпретируемости, заведомой интерпретируемости, и динамической объектной модели, взятые прям прямиком языка этого самого ABC, несколько всяких приличных конструкций языков C, C++, типа того же++ или плюс равно, вот это все. Ну и вообще, когда смотришь Python, понимаешь, что его писал программист на C. То есть, вроде бы, в языках мало общего, но какой-то вот сишный дух все-таки из него прет. Ну, из каких-то таких же примерно современных ему языков, типа всяких эзотерических, типа Миранда, что там еще, Icon, ну, вот тогда, в начале 90-х и в конце 80-х модно было писать свои языки и программирование концептуальные, и Гвидо оттуда понемножечку брал, да, значит, всякие списковые сборки мы будем смотреть, что это такое, циклический конструктор списка, всякие итераторы тогда не были такими модными, как сейчас. Вот это все довольно быстро появилось в Python, ну, правда, не в нулевом еще уже. Короче говоря, язык такой, немножко компилитивный, но, тем не менее, его основная идеология, конечно, отличается резко от многих других языков, и мы в этом попробуем убедиться. И так, как я сказал, 91-й год – это первая публикация исходников, в 94-м году уже, собственно, вышел язык Python 1.0, на котором можно было активно программировать, и народ довольно основательно бросился на нем программировать. Надо сказать, что, ну, для сравнения, Java вышел в 95-м году, то есть Python на год старше Java. Не такой уж он и молодой, да? А то, как говорят, вот тут появился новый модный язык программирования Python, на нем очень быстро можно что-то написать. Ну, вот этот новый язык, на самом деле, очень солидный, с большой историей, и, в общем, а почему он новомодный, я расскажу чуть позже. Соответственно, к 2000-му году появился уже второй Python, и вот этот второй Python оказался таким, ну, взрывом мозга, потому что, если первый Python воспринимался еще немножко как игрушечный, игрушечный, в том числе и в прямом смысле, я знаю игрушку на первом Python, даже играю в него иногда, такую, ну, реально, серьезно, такой слэшер, один из лучших, кстати, Black of Darkness называется, Severus Black of Darkness, то второй Python, там уже были списки изменяемые, там уже были, он уже к тому моменту оброс большим количеством модулей, удобных, и второй Python оказался очень удобным языком программирования, для того, чтобы по-быстрому запрограммировать что-то, и чтобы это немедленно заработало. Вот. И вот с нулевых годов начинается такой быстрый, а где-то с конца нулевых, лавинообразный рост популярности Python, в общем, мало чем объяснимый, ну, видимо, кроме того, что это хороший язык программирования. Вот. В 2008 году, то есть уже почти 10 лет назад, вышел сильно обновленный по синтаксису Python 3, то есть синтаксический несу, и семантически, что главное, несовместимый с Python 2, вот, в котором, собственно, Гвиду окончательно уже избавился от Legacy ABC, от Legacy игрушечного языка программирования, и там было, ну, он уже такой, стал совсем солидный, вот, но к тому моменту было уже написано такое количество кода на Python 2, что до сих пор Python 2 живет, на нем все еще программируют, и на нем все еще поддерживают софт, потому что вот он работает и не трогает. Тем более, что Python 2 практически не развивается, в него только бы портят фичи из Python 3 для плавного перехода из одного в другой, вот, а сильно развивается Python 3. Вот. Несмотря на то, что у языка такая длинная история, многие, я думаю, здесь присутствующие, знают, что он развивается очень быстро. То есть, это, кстати, одна из основных претензий к языку программирования Python, что ты написал программу там, а через, там, не знаю, 3 года в новой версии Python, она может работать не так, как в старом. Вот. Действительно, язык развивается очень быстро, потому что люди хотят программировать так, как им хочется программировать сегодня. Для какой цели вот это все питомовское сообщество организовало такую систему приема контроля качества и принятия заявок на изменение языка? Вот. Она называется PEP. Давайте посмотрим, что тут есть по части PEPов. Вот. Тут прям вот если покрутить, они будут довольно близко. Где? Сейчас поищем так. Вот они. Что это такое? Допустим, кому-то захотелось в язык вставить какое-нибудь исправление. Он заходит на сайт Python.org и смотрит, как это исправление оформляется. Они оформляются в виде этого PEP. Кстати, форма этого PEP оформлена в виде одного из PEP. один из первых. Он обязан в своем предложении описать, какие синтактические изменения он хочет сделать, зачем, какие причины, почему он хочет это сделать, и как он думает это реализовать. После чего сообщество это долго обсуждает. Иногда вклинивается Гвида. После чего Гвида говорит, да или нет. Мы подумали, и я решил. Как ни странно, в свободных сообществах это одна из самых оптимальных схем, потому что все равно, поскольку сообщество свободное, никто не запретит людям махать топорами друг в друга до посинения, пока они наконец не придут к какому-то консенсусу. Но если внезапно выясняется, что к консенсусу они не приходят, потому что никто никому ничего не должен, то очень удобно сослаться на так называемого пожильного как это беневолент диктатор for life ВДФЛ. Добровольный пожильный диктатор. Человек, который взял на себя ответственность разрешать такие споры и вообще играть роль истинно в последней инстанции в случае, если таковая требуется. Вот Гвида играет такую роль, и это на самом деле очень здорово, потому что Гвида очень хороший программист, у него отличное видение того, каким должен быть язык программирования, он это доказывал несчетное число раз. На моей памяти таких вот больших с моей точки зрения как бы сбоев, чтобы сделал я не так, как сделал бы Гвида, у меня не было вообще. Но может быть, я недостаточно крутой в этой части. Есть люди более крутые, которые с Гвида спорят. Ну вот, так вот, этот самый индекс сейчас насчитывает сколько, давайте посмотрим, где тут можно посмотреть, сколько их штук. не знаю, плохо видно. Не знаю, много, боюсь соврать, боюсь соврать, несколько тысяч предложений, каждый из этих предложений, ну, давайте повыщем какой-нибудь. Зачем же в Яндексе-то искать? Ну, ладно. О, смотрите, какой год, кстати, интересно, кто предложил итераторы? 2001 год. Предложили их какой-то кореец, Копинь, нет, Копинь, это китаец. Какой-то китаец и Гвида заодно. Давайте, сказал еще в 2001 году, реализуем к 21 Питону итераторы. Итераторы, это такие последовательности, которые не хранятся в памяти, а вычисляются. Вот. Обсуждали, вот, вот, значит, что предлагается. Вот, как это должно быть реализовано на C. Вот, как это будет выглядеть на Питоне. Вот примеры. Как, как итерировать по словарю, как итерировать по файлу. Вот, вот, обоснование, зачем это вообще нужно сделать. Вот, вот, идет обсуждение, какие проблемы с этим возникали по ходу и как они и как они были решены. И где-то там в конце должно быть, нет, в начале, чтобы нам не крутить, в начале должно быть написано, это предложение принято или отклонено. Статус файл. Значит, оно вошло в Питон 2.1. Вот. Такие дела. мы еще будем встречаться с этими пепами, когда будем о, даже исходник есть. Вот. Когда мы будем обсуждать проверку синтокси на Питоне, вот, ну, а пока что это такая была иллюстрация, как язык развивается. Вот. Ну, для примера, значит, вот на днях, как на днях, зимой вышел Питон 3.6, дай бог памяти, один или уже один, по-моему. Вот. В этом Питоне 3.6.1 совершенно внезапно, совершенно внезапно очень сильно развилась асинхронная часть. Квиды часто упрекали, что у тебя язык не параллельный, а он говорил, слушайте, ну, как вы можете себе представить себе параллельный язык? Ведь разные способы параллелизации, да, где-то в кластере, где-то у нас расстояние между, где-то по ядрам параллелизации, где-то кластер через Ethernet, где-то кластер через Манчестерский канал. Значит, доставка данных, скорость доставки данных всегда разная. Где-то там вообще неоднородная память, ну, мы какая-нибудь. И вы хотите, чтобы это все поддерживал один интерпретатор? Не буду я делать вам параллелизм. Делайте сами параллелизм. Вот. Все хорошо, конечно, но два литовца, один литовец, на самом деле, другой русский, где-то год назад стали, да, у них профессию этих двух литовцев, они делают какие-то высоконагруженные базы данных на питоне. Значит, где высокая нагрузка, там распределение, где распределение, там параллелизация. Вот. И что они сделали? Они не стали в язык пропихивать параллельность, они стали в язык пропихивать асинхронность. Тем более, что модуль, который называется асинхронный ввод-ввод уже был, асинхронность. Вот. Что такое асинхронность? Это возможность запустить какой-то процесс, там, не знаю, метод, итератор тот же самый, функцию вызвать, поделать что-то, а потом спросить, ты там доделал его? То есть, дождаться конца. Когда у вас отдельный кусок кода выполняется асинхронно, и вы потом проверяете, выполз он или нет, или вызываете какой-то коллбек в случае, если он выполнен. Вот. Поначалу они атеризовали просто через асинхо, а потом стали потихонечку внедрять язык. И в 3.6.1 питоне появились асинхронные функции, асинхронные итераторы, асинхронный цикл for, асинхронный конструктор циклический, который в квадратных скобочек про это мы будем говорить. И вообще, все-все-все асинхронно. Это вызвало такой шквальный интерес к этой части, и уже переписано несколько модулей под это дело, потому что, конечно, понятно, что если у вас есть кто-то, кто реализует пресловутый параллелизм, например, у вас есть веб-сервер, который может несколько нити держать, то со стороны языка программирования, работающихся с этим веб-сервером, никакой поддержки параллелизма не нужно, а нужна поддержка асинхронности. В общем, я вангую, что сейчас на питоне начнут очень много писать всякого асинхронного, сейчас уже в большие фреймворки это все переехало, там джанга активно этим пользоваться и так далее. Что, в общем, изменило синтаксис языка. Изменило его в каком-то смысле к лучшему, потому что, опять-таки, стало удобно решать много всяких задач. Ну вот, другой пример быстрого развития питона это довольно курьезный. Это вот какой. Есть такой проект, он называется PPP. Это язык программирования питон, написанный на языке программирования питон. Вот видите, какой у него логотип. с реализацией джастин-тайм компиляции. В общем, ребята из проекта PPP взяли и переделали структуру данных, которая называется словарь в питоне. Приделали напрочь. То есть, словарь был в питоне реализован как ассоциативное множество. То есть, множество и еще, значит, то, на что она ссылается. Они сделали там совершенно по-другому. Вот. Сделали совершенно по-другому, написали статью, что вот, мол, наша реализация занимает в полтора раза меньше памяти и иногда быстрее работает, а больше ничем не плоха. Даже хороша, потому что порядок ключей сохраняется, а в случае реализации как ассоциативное множество не сохраняется. Вот. Приехал соответствующий ПЕП в питон. Вот. Значит, сообщество подумал-подумал, гидо сказал, все, в следующей версии питона, там, в 3-6, по-моему, переделываем наши словари на такие, как сделаны в проекте ПП. Никто ничего не заметит. Вот. Язык развивается очень быстро и развивается он в соответствии не с какими-то, с какими-то политиками партии и правительства, а исключительно в соответствии с тем, как нужно сообществу. При этом никакого базара нет, потому что, во-первых, есть довольно строгие правила обсуждения, во-вторых, есть гидо, который, например, когда кто-то предлагал ввести в питон цикл с постусловием, раза два предлагали. Ну, понятно, да, сначала цикл, а в конце условия. Гидо оба раз говорил, ну, слушайте, ну, ребят, ну, вы видели, какая, значит, синтаксическая структура языка? Ну, как вы себе мыслить цикл с постусловием? Ну, не смешите в мои тапочки. Я и закрывал это дело. Вот. Нет, нам было более рациональное, конечно, утверждение, что всегда можно написать функцию, которая будет это делать. Вот. И поставить ее в начало и превратить все в цикл с предусловием. Вот. Ну, в общем, вот. Так что, Гвинт совершенно не обязательно соглашается с Пепами, просто вот такова процедура. Что касается современного состояния языка, да, давайте вернемся обратно, где он тут? Вот он. Как я уже сказал, параллельно сейчас существует два диалекта, Питон второй, Питон третий. Питон третий развивается, Питон второй так консервируется, исправляются ошибки, туда потихонечку из Питона третьего что-то втаскивается. Одним из важных моментов, ну, такая положительная обратная связь между популярностью языка и популярностью языка. Это количество программного обеспечения, которое на нем написано. На сегодняшний день в проекте Python Package Index Пупи насчитывается 117 612 пакетов. 117 612 каких-то инструментальных библиотек под свободной лицензией, авторы которых не просто написали их на Питоне, а заботились выложить исходники и зарегистрировать их вот в этом проекте. То есть программирование на Питоне, как вообще любое современное программирование, если вы умеете делать со свободными программами, состоит не в том, чтобы все самому написать, а в том, чтобы основательно попорыться вот в этом каталоге, выбрать несколько инструментов, которые почти решают вашу задачу, обмазать их каким-то кодом на Питоне, который будет совсем решать вашу задачу и получить профит. Запомним это число 117 612. В конце семестра мы посмотрим, как оно изменится. Давайте мы с копипастем куда-нибудь. Будем знать, что это количество пакетов в пакетах. Область применения, если мы посмотрим вот сюда, на сайте Питон есть там в конце такая, где применяется Питон, ну, я не знаю, это не здесь, это на самом сайте. я не знаю, имеет ли смысл нам смотреть туда сейчас, просто вот, знаете, что такая штука есть, и область применения Питон повсеместна. По-моему, нынче на Питоне программируют вообще люди любых профессий, 80% из них не программисты, к сожалению, но зато 20% из них программисты, причем приличные, что радует. Любая, наверное, любая область, в которой вы можете начать работать, имеет достаточно приличную обвязку со стороны Питона и со стороны его пакетов, то бишь инструментальных библиотек, которые уже для него есть. Вот. Последнее, что хочется сказать из области Бла-Бла и перейти уже к какой-то демонстрации на экране. Это про свободное лицензирование. Да, я не зря не раз повторил, что и сам Питон, и модули под него, те, которые, перечислили в проекте Python Package Index, распространяются по свободной лицензии. Это означает, что вы можете их беспрепятственно скачивать, беспрепятственно встраивать свои программы, распространять дальше эти программы, а также изменять сами эти модули, распространять измененные их версии. Вот четыре свободы, которые завещал нам великий Ричард Мэтью Столман. Использовать, выносить изменения, распространять и распространять измененные версии. Лицензия, интересно, почему у меня туда-сюда, там, видимо, какой-то тик-тик, тикер-тикает. Лицензия на сам Питон, так называемый Python License, она совместима с вот этим определением, она полностью свободная. Среди модулей могут встречаться модули с дополнительным ограничением на то, что софт, который включает в себя эти модули, тоже должен распространяться под свободную лицензию, так называемый капиле. Когда вы не хотите, чтобы плоды вашего труда внезапно кто-то использовал в своих целях и не делился ни с кем, а делал это подпольно, делал это скрытым образом, вы дополнительно защищаете свободную лицензию к капиле, там, обязуя тем самым человека, который будет пользоваться вашим программным запечением, также делать на него открытую лицензию. Вот эта открытость разработки, централизация этой открытой разработки в проекте питон, питон индекс и вот вокруг него привели к тому, что, да, ну естественно свойства языка программирования привели к тому, что на питоне стали программировать очень много, а чем больше программируешь, тем больше ты заметаешь сообщество тех людей, которые хотят его использовать. И как мы впоследствии убедимся, ну лично я почему вообще занялся питоном? Потому что у меня, когда я начал выучить, это было году, и так, наверное, в третьем, а может и раньше, 2000, я находился в таком подавленном состоянии духа, и за 10 дней, точнее за 10 суток прощелкал весь туториал, и как нео, теперь ты знаешь кунг-фу, вот теперь я, с тех пор я знаю питон. главное ощущение, что в питоне делается быстро и просто все то, что в ваших любимых языках программирования делается медленно и муторно. Я постараюсь даже за сегодня это показать. На этом, собственно, бла-бла заканчивается, и начинается вторая часть морализонского балета, а именно небольшая иллюстрация того, что в питоне есть. питон это интерпретатор. Я думаю, что много рассказывать про разницу между интерпретируемыми и компилируемыми языками здесь не стоит. Грубо говоря, разница в том, кто является у вас фактическим исполнителем. В случае, если, кто у вас реализует, кто реализует, да, кто является фактическим исполнителем кода. Если у вас компилируемый язык программирования, фактическим исполнителем кода является операционная система, которую вы подаете в бинарник, или в случае Java или дот-мета фактическим исполнителем кода является система виртуальных машин которому подается виртуальный код какой-то в случае питона фактическим исполнителем программы является сам питон язык программе интерпретатор языка программе в этом разница соответственно поскольку он интерпретатор то естественно будет начать знакомство с ним прямо с интерпретатор командной строки вы просто запускаете питончик в линуксе он будет называться питон 3 потому что есть еще питон 2 в некоторых линукс уже все переименовали и питон 2 называется питон 2 питон 3 называется питон но вот поскольку я использую дистрибутив весь тут довольно довольно старый 16-го года поскольку я использую стабильный дистрибутив от линокс образования а пойму уже больше года то вот соответственно такого перехода мы еще не сделал что можно делать с этим калькулятором но если надо пишем вот так что мы получим очень формативно а если вот так а вот смотрите первая ошибка на питоне и она состоит не в том что это синтаксически неверное выражение а в том что вот это вот штука с точки зрения питона это идентификатор и этот name не найден в таблице имен пока я просто ошибся кстати обратите внимание просто стрелочку вверх нажал курсор подогнал вентер нажал получил результат а смотрите оказывается питоном можно пользоваться как калькулятором причем ну такой хороший годный калькулятор вовите я даже больше вам скажу это 234 в степени 567 кто сказал максин нет никого максин то но если память и максин то как объем памяти максин то одно и то разумеется там используется какой-нибудь двоичные десятичное представление я внутрь не влезал да если очень внимательно вглядываться то можно обнаружить различие между просто целыми числами и вот такими целыми числа в питоне но это прозрачно для пользователя просто вот такое число довольно большое число со я согласен в заведении в степени кстати опять же ну что еще можно сделать с помощью ну кстати вот если вы хотите работать каким-то строками да вот пожалуйста строки их можно складывать например вот умножать их можно строки делить только нельзя если вы хотите работать с вещественными числами пожалуйста можно работать с вещественными числами никто не мешает тут кстати кроется еще одна еще одна довольно забавное одно забавное свойство я очень люблю его вспоминать я могу очень быстро доказать что вещественных чисел не существует но вернее их не существует в компьютере вы же понимаете что вещественное число это предел последовательности чего даже не последовательности это предел вот какая-то . на 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 вещественное на вещественной прямой который является пределом чего-то не помню чего и когда вы когда вы собственно оперируете вещественными числами вы оперируете вот этими пределами если бы пытаться записать вещественное число в десятичном виде да как обычную дробь десятичный то не всегда это у вас получится иногда это получится периодическая дробь иногда вообще дам ну не знаю вот какое больше число пили и пи а если задам наперед написать какое число будет больше так вот в компьютере вещественных чисел не существует доказываю что произошло дешево пластиковая имитация вещественного числа 1.1 бласка была сложность дешевой пластиковая имитация вещественного числа 2.2 получилось дешево пластиком то есть три . три правда там погрешность наросла настолько что ее стало видно понятно одна дод периодически где-то обрывается в двоичном представлении другая периодическая обрывается где-то личном представлении там сложили на конце получилось какое-то какое-то чего как из этого как из этого выходить из этого положения ну как выходить давайте использовать настоящие рациональные числа которые являются отношением целых да тоже называется решим как-то по-русски ну так они называются рациональность или давайте использовать арифметику которая работает не с моделью вещественных чисел а прямо с строковой записью числа вы со всеми теми нулями которые там у нее и то и другое есть питоне их модулях и свое время мы если если его хватит мы до туда доберемся и посмотрим как поработать с рациональными числами как работать с десятичными числами точность которых бесконечно это что касаемо что касаемо строк что касаемо строк то со строками в питоне можно делать самые удивительные вещи опять-таки четко будем разбирать потом просто покажу да вот даже не так сделаем сделаем интереснее вас получили список который поделили строчку после на слова давайте мы теперь возьмем это и соединим с помощью вот так джой в одну строчку ну то есть понятно да уже уже в командной строке вы можете проделать всякие штуки я лично питон использую как калькулятор потому что даже иногда на мобильке как калькулятор потому что открыл папа тыкал туда набрал культ формулу да там значит математических функций вполне много вот где он так масс да спасибо dance и там уже всякие синусы работают раз это интерпретатор командной строки маленькое отступление в сторону то было бы интересно посмотреть а как решена проблемы с документацией но есть такой принцип который про который я говорю когда рассказываю про linux что если у вас поток управления данном случае командная строка и поток данных данном случае то что вы говорите вашему ваша команда строки то что он отвечает соединены то был неплохо чтобы система помощи была здесь же что вам не пришлось там лазить в какую-то броузер куда-то ходить вот в какое-то другое окно так вот в питоне она есть вы видели ее вы можете сказать help dance и вы попадете в систему помощи которая довольно большая ох мамочки нет это же это же сейчас все модули тут будут вот пожалуйста все модули это все модули установлены системе хотите прям почитаем по модулю хелп может быть большой вот пожалуйста хотите так а хотите вот прямо так смотрите что мы там говорили синус от x да то есть не от x от от 5 есть такой синус от 4 какая разница давайте почитаем хелп от синусу это синус то есть у каждого объекта не знаю там а что будет если он от не знаю там 100 уголь да это целая численный объект вот вам сел по поцелу честного объекта я думал что скажешь что это функция потому что это функция нифига этот класс хелпер тут даже написано что он делает чтобы вы понимали да что есть такой модуль пудок в котором есть метод help и на самом деле когда вы вы видите хелп из командной строки вы просто вызываете пудок . help ну раз уж пошла такая пьянка давайте пудок пудок можно это все сделать из командной строки безо всякого питона в ну в линуксе прямо вот из терминала пидок ну не знаю там что что мы говорили джессон увидеть точно такую же картинку или там ну что мы хотели син оси не будет масс масс точка sim вот пожалуйста вот надпись это синус можно добыть вот таким способом ну чтобы окончательно окончательно пудок это же такая программа написано питоне кстати она выглядит очень я скажу она выглядит совершенно тупо вот импорт пудок и вызов вызов командную вот все ну то есть мы просто про импортили этот модуль пудок вызвали от него фул метод сли и там насчет все делаем так вот эта команда этот модуль пудок можно запустить здесь вот передать ему параметр минус p 1 2 3 4 5 слушайте только пидок это второе нам 3 нужно извините вот 3 пидок по другому устроен немножко он говорит смотрите я тут сервер запустила хттп шный хотите вам запущу броузер который туда зайдет и будет просматривать путинскую документацию вот она и это вся документация по всем модулем которые есть системе ну давайте что-нибудь найдем такую какую-нибудь рандом только не такой рандом такой рам пожалуйста документация по модулю рандом это тоже делает модуль пудок познать что самое интересное вот эта документация знаете откуда берется прямо из исходного кода программы на питоне все программ питон сам документируемые если у вас повисает какая-то строка никуда не присвоены там внутри функции внутри метода внутри модуля она считается строкой документации именно их показывает эту штуку мы к этому тоже вернемся я просто к тому с каким пучком возможности мы имеем дело когда когда имеем дело с питомом кстати пидок 3 до найдите различие между пидок 2 и пидок 3 но только к шибан только вот эта штука окей это не означает что к питону нету онлайн документация еще как есть мы с вами только что видели смотрите документация где она вот она ее не просто она не просто есть она ее тут много ее не просто много среди этого много находится одна штука которая рекомендую начинать читать прямо сегодня она называется the python tutorial собственно пафос нашего курса вот здесь состоит в том что я в хоть момент заметил что курс по питону делится ровно на две категории с очень маленьким исключением первая категория это питон графика объекты мультимедиа для за 24 часа а вторая категория это особенности применения каких-нибудь декор авторов джанго для мега крутых непонятно кого никому не пришло в голову просто прочитать титул вслух да и дать несколько комментариев к нему кроме меня ну то есть на самом деле наверняка кому-то пришло вот но просто вот вы просто почитаете да вот особенно те из вас хорошо программирует знают много языка языков программирования питон видели там одним глазом у вас наступит просветление почти сразу потому что это очень четкий текст в нем практически про все понемножку рассказано и вот по нему то мы будем идти поэтому самый титариум но помимо титариума в документации к питону есть документация ко всем модулям которые входят в стандартную поставку их порядка 200 не 115 нет порядка 200 ну естественно вот с нею рекомендация по тому как устанавливать самому собирать распространять и и прочее 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 писать свои модули носи и подписать носи с использованием питона ну вот это все library reference library reference а я забыл забыл комментарий ведь что тут написано эта книжка для чтения на ночь держите под подушкой доставайте перед сном читайте кладите обратно она большая большая вот это такая такой учебник про все если тьюториал это такой голубым по европам то тут прям вот прям вот бы бум от начала до конца правда ты очень много про модуль для тех кому для зануд есть language reference это полное описание всего языка как он устроен как устроены объекты вся синтаксическая ерунда ну вот например смотрите как это выглядит а узнаете брата колю кто кто узнает вот это что это такое что за формат представление громче бнф конечно любой синтаксический конструкт питоне представлен виде бнф причем с гиперссылочка вы можете сходить сказать что такое сьют и так далее для для зануд в терминальной стадии есть полный полный бнф всего питона чуть-чуть небольшой это вам не сей плюс плюс сюда мы тоже будем ссылаться потому что здесь рассказано о том как реализованы эти объекты и эти конструкции питания мало того вот эта вот штука тут есть кнопочка поиск как вы думаете как работает поиск вот я напишу здесь мы не знаю там все тот же random ран дом он ищет говорит я ищу сейчас найдет найдет рада рано дым но не найдет господи шлавливы ручонки сейчас найдем о другое дело видите да так вот тут вроде как я зашел на сайт но вы с удивлением обнаружите что если вы установите документацию питон на собственный компьютер вот это все там будет работать на самом деле никакого движка веб-движка под этим поиском нету это чистый жало скрипт который жует соответствующих это эмельные файлы то есть вся вот это вот механика машинере поиск гиперссылки вот это все это все работает прямо из коробки прямо на вашем компьютере ну могу если у меня тут поэтому док стоит сейчас я посмотрю давайте посмотрим что нету ну я так не играю над поставить да что ж такая ну ладно не получила получилось вот короче говоря пускай ставится короче говоря весь этот html таким образом устроен что этот поиск будет работать прямо на вашем компьютере так что не заморачивайтесь лезьте туда прикажи удобный при первой же удобной возможности вообще это принцип такой да значит когда вы осваиваете новый инструмент например язык программирования питон не пытайтесь и собственной головы вынуть знания которых там который там еще не прочно держится вот всегда лезьте в документацию не надо заполнить запоминать все в документации все написано вы все найдете там довольно все четко написано сюда вот quick search туда и поехал вот ну вот он кстати поставился ах ты черт а ну все ну вот теперь я могу сказать о и вот этот видите да никакого движка чистых тмл вот чистых тмл тем менее все эти сердце все это работает вот рандом не рады вам вам пожалуйста вся та же фигня вот модуль рандом волшебные css и волшебные джаваскрипты вот это все а да кстати чтобы было понятно все вот эту всю вот эту прекрасную прекрасность вот такой организацию с с этой колоночкой с вот с такими картинками так далее вы можете сами самостоятельно организовать для любого программного продукта воспользовавшись языком разметки markdown если не изменяет память и модулем на питоне который называется сфинкс это подсистема документирование которые собственно генерируют вот такие красивые хилп почти 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 но скажем так каждому приличному модуль на питоне существует документация сделаны на этом самом сфинксе и не только на питоне да там народ народ этот сфинкс используется просто в хвост и в гурил ужасно удобная штука возможно в следующем семестре мы о ней поговорим но снова точно будет разговор о том как документировать разумеется это будет сфинкс чего довольно просто делается то есть ну вот ну реально просто в принципе это ощущение что вы думали что это сложно в питоне это реально просто будет вас преследовать как я надеюсь все оставшееся время вот и в этом цель нашего спецкурса на самом деле окей вернемся вернемся к нашей командной строке да где там питончик питончик вернись питончик вот он немножко всяких других завлекал его на самом деле как работает вот такая программа на питоне что при этом происходит происходит раз два три четыре пять вещей шесть первое синтаксический анализ вот этой строке она разбивается на лексемы выясняется что здесь константа числа конструктор числового объекта раз два три целочисленного конструктор часто чего число объекта 234 и операции сложения соответственно создается объект числовой раз два три создается объект числовой 234 они складываются получается числовый объект 357 этот объект выводится потому что девать его некуда и тут же уничтожаются потому что он больше никому не нужен вот это последнее немножко немножко как это сказать я немножко лукавлю потому что на самом деле есть кэш объекта вот это все но пока что будем считать что-то значит всякий раз когда питон видит строку для интерпретации он и интерпретирует если он видит что нужно создать объекту на вас создает я снова взяла вынуi типа вызвать операцию сложением вызывает операцию сложение не правда ли просто хорошо я сказал что этот объект 357 удалился но якобы удалился потому что он никому не нужен а если нам нужен что нужно сделать но правильный ответ положите в переменную вот вы будете шокированы в питоне нет переменных вернее так в питоне нет того что называется переменных в классических проект параллельных программирования помните нас всех учили. Переменная такая коробочка, в которой можно все, что хочешь положить. Нет, в ней нельзя все, что хочешь положить. У нее дырочка специального размера. В эту дырочку специального размера пролезает только объект специального размера под названием того же типа. Переменная типа int, переменная типа float, переменная типа char звездочка. Вот это вся ерунда. Вот этой штуки в питоне нет как класс. Вообще. В питоне есть именно объекты. Вы берете, создаете вот этот объект и говорите «Помянуй его буквы А». Можно даже посмотреть список имен. Вот это все у нас встроенные имена, которые начинаются на бла-бла, точнее на два подчеркивания. А вот это имя, который только что я создал. Давайте сейчас создадим имя B. B равняется там сто пятьсот. Пожалуйста. Функция DIR выводит нам текущее, содержимое текущего пространства имен. Вот это все всякие вспомогательные вспомогательные штуки. Про некоторые из них мы даже поговорим. По большинству из них мы поговорим. А вот это, собственно, ваши имена, которые вы создали. Теперь, когда вы говорите «А», что происходит у питона? Ну, то есть, когда мы скажем «С», что происходит у питона? Он смотрит вот сюда, в пространство имен. Показываю пальцем, как если бы вы видели, куда я показываю. Ищет там... Ну, он распознал вот в этом... Вот в этой строке распознал идентификатор, потому что это не может быть ничем другим. Ищет в этом пространстве имен соответствующий идентификатор, не находит его там и говорит «Не нашел я на МЦ». А вот если я скажу «А», он найдет это «А» и получится «357». Потому что в текущем пространстве имена оно и есть. Вот и все. То есть никаких, ничего, себя секретного не происходит. Пространство имен заполняется именами. Операция именования, точнее операция связывания, выглядит так. Слева имя, а справа, что мы связываем этим именами. Мы можем взять и связать один объект сразу несколькими именами, написать типа «А» равняется «Б», равняется «СС», равняется все тоже «100500». Это будет один объект, а не три. Один объект с тремя именами. Если мы возьмем и удалим, ну скажем, имя «Б», оно действительно удалится из текущего пространства имен. объект останется жив, потому что у него еще два имени есть. Вот если мы удалим еще и «А», он все еще жив. Да, кстати, смотрите, что произошло. Я вызвал объект по имени «Дир», но без скобочек. Питон сказал «Дир» — это функция. Ну, правда, не соврал. Так и есть. «Дир» — это функция. Вообще все это функция, да? Что там еще можем? Каким еще знаем функцию? Пока никаких. «Принт» — это функция. «Принт» — это тоже функция. Ну, так вот. Сейчас у нас... «Дир» — сейчас у нас пространство имен осталось только «С». И вот когда мы удаляем «С», вот тогда мы удаляем и объект вместе с ним. если, конечно, где-нибудь в каком-нибудь потаенном месте на него еще не хранится еще какой-нибудь ссылки. Если он не связан где-нибудь еще. Ну, в данном случае он был не связан, и все, прощай, прости, прощай, объект, который раньше назывался «А», «Б» и «С», и был равен, дай бог памяти, сто пятьсот. Есть даже специальный модуль. Я сейчас попробую вспомнить. По-моему, «Сис». Вот давайте напишем «А» равняется «Б» равняется «С» равняется «С» равняется сто пятьсот. И скажем «Сис.getRefCount» от «А». Я бы сказал, что объект вот этот сто пятьсот должно быть четыре. Да, я был прав. Смотрите. Количество ссылок на объект сто пятьсот в момент вызов GetRefCount равно четырем. Это три вот этих имени. И, собственно, то, на что он будет ссылаться, когда мы вызовем метод GetRefCount. Там внутри у него тоже будет одно имя, четвертое. Вот эти четыре ссылки. Сейчас удалим, скажем, «С». Их станет две. Их станет три. Вот. Значит, еще раз. Дополнительная ссылка – это за счет того, что когда я сам GetRefCount вызвал, он тоже там как-то называется. Да, этот объект связан еще одним, еще одной связью, которая реализована внутри GetRefCount. Плюс один. Если кто из вас разбирался немножко с файлов системы какого-нибудь Linux или какого-нибудь другого Unix, там, не знаю, фрибиздин в культете есть, вы можете вспомнить, что эта идеология взята ровно оттуда, ревкаунт. Так себя ведут имена файлов в денег системах. За счет… Вы не можете удалить файл. По крайней мере, нет такой отдельной операции убить файл. Вы можете удалить одно из имен. Когда вы удаляете последнее имя, файл переходит в список удаленных, потому что больше имен у него нет. Вот. Примерно то же самое происходит с объектом Python. Пилюльку эту можно подсластить тем способом, что на самом деле, пока вы работаете с константными объектами типа целых чисел, вы не увидите разницы между именованием и переменой. Но в самом деле, если мы написали А равняется Б равняется С, почему, собственно… В чем различие между тремя переменами А, Б, С и тремя именами одного и того же объекта? Да. Дир – это функция. А вот ДЛА удаляет А откуда? Из текущего пространственного имена. Что такое пространство имен? Что такое пространство имен представляется? Ну, вообще говоря, оно представляется в виде словаря. Вот так вот оно представляется. Но я думаю, что если мы не знаем с вами Python, то это нам ничего не скажет. Ага, значит, скажет. Мы к этому еще вернемся. Обязательно. Фишка стоит в том, что пространство имен Python – это обычный питоновский объект, типа словарь. Но для этого нам надо сначала пройти обычный питоновский объект типа словарь, верно? Но с точки зрения нас, как знатоков языков программирования вообще, есть текущее пространство имен, в нем есть имена переменных. Мы можем посмотреть эти имена, имена объектов, можем посмотреть эти имена с помощью функции DIR. Да, кстати, по ведению. Если кто хочет задавать вопросы с места, задавайте. На лекциях разрешено разговаривать. Единственная просьба – разговаривать не тише, чем я. Примерно с такой же громкостью. Ну, если вам не посильна такая громкость, можете тише, но лучше с той же громкостью, что и я. Потому что я сижу перед вами, и вам меня слышно хорошо, а аудитория так организована. А когда вы будете разговаривать, вашим соседям будет слышно вас плохо. Поэтому говорите громко, чтобы ваши умные слова слышали все. Так что, ну или умные вопросы. Да, не думайте, что ваши вопросы глупые. Если вы чего-то не поняли или до чего-то не догадались, значит, все остальные тоже не поняли, не догадались, просто молчат об этом. Ну и не все остальные, половина. Не думайте, что вы особенный и самый глупый. Это не так. В этой аудитории нет самого глупого человека. Ушел. Он сюда не пришел. Потому что ушли тут люди по своим делам, а вы с ним потому что не самый глупый. Он сюда не пришел самый глупый. Окей. Пространство имен. Значит, еще раз. Когда мы связываем объекты именами, вот таким способом, мы всего лишь работаем с пространством имен. Ну, кстати, сказать, чтобы уж окончательно вам забить мозг, мы можем написать так. А, Б, С равняется 11, 2, 2, 3. Операция множественного связывания, о которой так долго говорил известный теоретик программирования Николай Николаевич Неперевода. Ну, нетрудно догадаться, что в результате получится. Или, например, вот так можно написать. Там, не знаю, x, y, x равняется, boom, y, x. Из чего следует, что строка это такая последовательность строк. Строк. Да. Да, мы к этому еще придем. Это такое немножко извращенное удобство в питоне. Строка является последовательностью строк. Ну, вот, чтобы вас не путала сишный синтаксис. Да. То есть, в действительности, это не только множественное присваивание, а вообще довольно интересный конструкт, называемый распаковкой. Там можно творить всякие чудеса. Ну, например, а, звездочка, b, c, d равняется раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, b, c, d. Я не знаю, когда это в реалайфе бывает нужно, но написать программу, которая взрывает мозг читающему, не знающему питон, очень легко. Но, с другой стороны, обратите внимание, попробуйте реализовать это на... Какая-то, с помощью обычной жевательной резинки. Обычная стиральная порошка. Ну, понимаете, да? То есть, вот эта конструкция, она содержит в себе кучу кода. И еще не на всех языках так можно сделать. А впитание делается само. Да, значит, чтобы закончить этот кусок, а то у меня тут еще один кусочек, как раз 15 минут. Чтобы закончить этот кусок, давайте я покажу, в чем засада. Почему именование – это не то же самое, что переменные. У всех объектов в питоне есть уникальный идентификатор. Вот, видите? Тот факт, что, допустим, а равняется б, или там, не знаю, а равняется 100 500. Ид-А у нас вот такой. Б равняется А. Ид-Б у нас будет тоже вот такой, да? Собственно, равенство этих идентификаторов означает, что это вообще один и тот же объект. Не просто равный, а вообще один и тот же. Двоим и одного тоже объект. Ну, так вот. Если мы скажем, напишем, что А равняется не 100 500, а 100 600, то тем самым мы что сделаем? Создадим объект числовой 100 600, свяжем его именем А, и в результате у нас идентификатор изменится. Ид-Б, естественно, не изменился, а Ид-А окажется другим. Пока мы работаем с неизменяемым объектом, мы не можем провести различия между переменной и именем. Получается, что нельзя создать два обособленных, но идентичных объекта? Да, нельзя. По крайней мере, когда мы имеем дело с константными объектами. Вот если мы имеем дело с модифицированными объектами, например, со списками, то, разумеется, это сделать можно, потому что мы модифицируем один список, а другой не хотим. Я как раз хотел сейчас привести этот пример. Мы будем разговаривать про списки в последующем, но давайте мы создадим список, назовем все тот же А. Раз, два, три, четыре ку-ку. Поскольку списки могут содержать вообще любые элементы. Если мы напишем B равняется А, то, во-первых, у нас будет... А вот С давайте... Слушайте, а С давайте уж раз вы спросили. Поскольку список является модифицированным объектом, то вот эти два выражения нам создадут два разных списка. Смотрите, Ид-А и Ид-С. Два разных списка. Но они просто равны друг другу. Но, кстати сказать, вместо того, чтобы сравнить идентификатор, идентификатор можно писать так. А из С. False. А из Б. True. Потому что Ид-А равен Ид-Б. Итак, у нас есть в нашем пространстве имен три имени А, Б и С. А и Б связывают один и тот же объект, типа список. Это список. А АС связывает другой объект, тоже типа список. И вот тут начинается, ну не то чтобы засада, да, а вот такая штука, с которой вы всегда встречаетесь, когда, например, в Java, в C++ передаете объекты по ссылке, помните такая есть? Inter% что-нибудь, да? Или там, или когда в C передаете адрес вместо переменной. Если я напишу, а, скажем, первое равно, ну не знаю, кукурику, тем самым я бонефицирую объект с идентификатором вот таким вот, 140, бла-бла-бла, 72. И у нас получится вот так, вот так. Ну и разумеется, вот так, потому что это был совсем другой. Вот здесь мы натыкаемся на то, что два имени одного и того же объекта связывают один и тот же объект, и в результате, модифицируя этот объект, мы модифицируем любой способ, ну разумеется, да, вот с каким вы именем мы к нему не обращались, мы получим модифицированный объект. Вот и все. Нет, конечно. Нет, конечно, это тот же самый объект. Черненький сверху, беленький снизу, да. Число, это констант, разумеется. Смотрите, вы не можете модифицировать, нет, нет возможности модифицировать вот тот объект, который вы только что создали, интеджер. Если вы складываете с другим, получается третий объект, как результат сложения. Да, если вы пишете а, где у нас а, нет, там, и равно там 7, да, и равно и плюс 1, так не пишут, и плюс равно 1, ну хорошо. Ну хорошо, вставай будет. 1 будет создан как отдельный объект. Естественно, смотрите, вот как работает, как работает эта штука. Будет создан объект единичный. На самом деле он уже есть. Он связан, например, с списком А. Так что он найдется в кэше и будет там лежать. Ему не будет, он не будет создан, не будет создан заново. Мы обратимся к объекту, который связан сейчас именем И. Мы обратимся к объекту, который сейчас связан с именем И. Это объект номер вот такой. Вычислим сумму, получим новый объект и свяжем этот объект именем И. Что случится с тем предыдущим, с номером 909, 93, 92, не нашего умодела? Мы уничтожим одну из связей старого объекта. Если он связан еще чем-то, то он останется жив. А если он ничем больше не связан, то он исчезнет. Совершенно справедливо. Ну вот давайте попробуем написать И плюс равно 1. Что то же самое, что и равняется И плюс 1. И дальше все вот у нас. Про плюс равно мы еще отдельно поговорим. Есть случаи, когда плюс равно и полная конструкция делают разные. Но это не относится к целым числам. То есть нет возможности модифицировать мозг целого числа. Вы просто делаете другое целое число. Вот и все. Так. Я немножко застреваю. Я что-то обещал. А, это я все рассказал. Это я все рассказал. Значит, теперь смотрите. Ну-ка. Сейчас я что-нибудь такое покажу. Ну, это такое просто... Вы что, Nigel никогда не программировали? Значит, следите за руками. Повторяю еще раз. Точно. Значит, работа в интерпретаторе командной строки, если вы это делаете часто, требует дополнительных, как бы это сказать, удобств. В частности, одно из главных дополнительных удобств состоит в том, чтобы если у нас есть некий список чего-то, и в котором надо найти... Некий список имен, прошу прощения, в котором надо найти имя, начинающееся на определенную подстроку, то было бы неплохо, чтобы это не я делал, а питон делал. Вот так. Я даже я жму на tab. В результате получаю вот такую красивую... Ну, и это провоцирует писать длинные имена. Ну, программа... Кстати, есть же такие расширенные интерпретаторы, типа IPython, BPython, вот это все. Там как раз народ пишет. Я видел людей, которые просто открывают... Кстати, тут стоит какой-нибудь BPython. Не стоит. А, может быть, третий стоит. И третий не стоит. Жалко. Ну, следующему разу поставлю, покажу. В общем, они такие очень сильно раскрашенные, там можно редактировать прям целый экран. Ну, я не очень умею этим пользоваться. Мне и гаванной строки достаточно. Кстати, для того, чтобы вот это настроить на самом деле, это, в общем, не из коробки работает. Для того, чтобы это настроить, нужно проделать две вещи. Первое. Вам нужно питон, запустите, сказать ему, перед тем, как начать работать, выполнить кое-какой предварительный файл. На питоне, разумеется, написанной. Для этого, скажем, в Линуксе, вы делаете... Сейчас я скажу, по-моему, называется Python Startup. Во, 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 во. Вы определяете переменную Python Startup. Ну, вот здесь она лежит. Ваше Ц. Во. Это программа не на питоне, это программа на шеле, если что. Вы говорите питону, знаешь чего, прежде чем запускаться, выполни, пожалуйста, сценарий, написанный на питоне, лежащий вот в этом файле. А в этом файле написано примерно следующее. Вот. В этом файле написано программа на питоне, которая на самом деле что делает? Она... Ой, я вам еще не рассказал про одну вещь, и на этом мы закончим. Она определяет, где будет храниться история команд. Надо синтакс, халатин, кстати, что-то у меня нету, что ли. Ну ладно, потом поставлю. Запишу. А, ладно, потом. Не буду записываться. Я просто успею это сделать. Я просто это увижу, что у меня тут питон не раскрашивает. Да? Значит, определяет файл, в котором будет храниться история команд. Про историю сейчас расскажу. Это будет последнее, что я расскажу на сегодня. И дальше заряжает, немножко заряжает работу с этой историей таким образом, чтобы ваши команды записывались вот в этот файл. Я показываю ручки, как будто вы это видите. Записывались вот в этот файл, и в конце, вот, и в конце, и в конце, в конце работы программы, видите, это exit. В конце работы программы эта история записывалась обратно в этот файл. Что же касается того таба, который мы с вами видели, этим занимается библиотека ReadLine. Как только вы ее подгружаете, она модифицирует немножко работу командной строки. И если у вас, по-моему, input.rc называется этот файл. Во! Ох, мамочки, он большой. Если у вас этот ReadLine настроен, то есть есть в файле input.rc, конкретно есть, сейчас скажу, что, как она называется? completion. О! Конкретно есть клавиша tab, она же control-e, то тогда при запуске питом будет на клавишу tab выполнять операцию complete, операция complete работает так, как мы сказали, и вот здесь. Ну, собственно, мы, мы, собственно, ReadLine запустили для этого. То есть некая предварительная настройка, и ваш питом начинает работать, ну, довольно весело. Да. Можно еще вот сказать, это он стартап, копипайл. Угу. Угу. Убийность выслуга будет спортировать не вначале, у вас есть точка номер 9. Вот здесь вот? Слушайте, я это скопипастил из мануала, я, по-моему, даже не редактировал этот файл. Они все сохраняются, разумеется. То есть вот это вот совершенно лишнее. А-а-а, спасибо, да. Объясняю. Вот из-за этого. Да, смотрите, смотрите, что получается. При старте питона это все вызывается. Регистрируется, в частности, регистрируется функция Safe History, которая будет выполнена в самом конце, когда вы выйдете из питона. После чего пространство имен зачищается, чтобы когда запустится интерпретатор, вот этого мусора не было. Если так сделать, то команда Safe History не увидит имени Redline, его уже нету в текущем пространстве имен. И поэтому он делает еще раз импорт. А никто питон закончится. Такие дела. С этим мы тоже будем разбираться. Так что ничего страшного, если не все понятно вот в этом волшебном месте. Вот эта инструкция содержится в документации по питону. По-моему, в самом конце тьюториала. Давайте посмотрим. О. 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 Давайте поищем, знаете что? Давайте поищем. Что это там? Как она там называлась? О. 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 чего я не сказал что-то я хотел еще рассказать но и фикс не не буду сегодня рассказывать я знал что я про это не успею рассказать значит домашнее задание да значит я говорил что по нашим лекциям буду домашние задания со следующего раза если все сложится все сложится хорошо откроется регистрация на и джадж и будут домашние задания будут домашние задания практически они будут устроены так по моему неделя вам на решение еще неделя на дорешивание а дальше как бы а дальше не считается но потому что ну потому что а зачем нам не нужен я думаю что у меня хам нам меня нам хватит юниксор значит домашнее задание установить питон поработать в нем в командной строке настроить командную строку соответствии с тем как написано в теториале поискать где-то написано что-то я не вижу хотя не вот тут написано соответствие кусочек я опубликую в материалах сегодняшней лекции чтобы если кому вот лень искать там вот вот то что вы сегодня видели будет материал цель задание повышенной сложности настроить то же самое на винде нет я если есть винды нету то не считаются скажу в чем повышенная сложность в винде нету нормальной библиотеки redline надо искать ее замену где-то на пупы есть 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 такой редлайн который пупи в смысле поэтому так шиндекс есть такой редлайн который написан без 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 гнури блюдо и на вас и там все есть все есть как надо сейчас дайте покажу его после чего все начинает работать вот называется и не редлайн вот такие дела хорошо значит на этом все